Привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 мая, у нас стоит пасмурная погода, дождь выгнал меня с огорода, загнал домой. И как раз вот сегодня предоставилась возможность немного подробнее поговорить о вредителях, которые, к сожалению, не спят и уже есть у многих, и я не исключение. Вот когда вчера читала комментарии, опытные огородники сразу видят насекомых, и мне одна зрительница сказала, Оля, у вас там на огурцах не паутинный или клеш? Я уже обрабатываю мыльным раствором, что он не дремлет. И действительно, так рано в мае уже появился паутинный клеш у меня на огурцах. Я сейчас вам расскажу про него немножко, и про свой случай, и вообще общие сведения. Вот смотрите, паутинный клеш называют всегда коварным вредителем. Почему он коварный? Потому что других, например, гусениц, ту же тлю и многих-многих вредителей мы видим воочию. Мы видим и сразу, как только они появляются, особенно тля, ее прям видно, она вот она, она здоровая, крупная. А паутинный клеш нет. Он крошечный, он глазом невидимый. И иногда можно пропустить появление паутинного клеша, потому что он обычно с нижней стороны листа, и мы зачастую видим его только тогда, где-то я листик вот принесла. Когда уже на листьях есть видимые изменения, вот таких фрагментами, желтые пятнышки, я в конце видео подойду и покажу вам лист, по которому вы должны сразу бить тревогу и понять, что у вас завелся паутинный клеш, скорее всего. Ведь некоторые начинающие огородники, увидев вот такое пожелтение листа, еще раз отмечу, что оно неравномерное, а именно пятнышками, но они думают, что или не хватает азота, или огурцу холодно, и вот паутинный клеш, он до того коварен, он вводит многих в заблуждение, мы начинаем делать подкормки, делать различные, там менять условия содержания, а там всего лишь завелся паутинный клеш. Вот сейчас в этом видео, я не буду показывать, как я обрабатывала, я уже вчера сделала опрыскивание, я главное хочу до вас, самое главное, что мы должны знать о паутинном клеще, это вот первое. Сейчас расскажу, почему он коварный, как он может появиться, потом, когда он обычно возникает, какие условия для него самые такие приятные, благоприятные, потом, в чем сложность борьбы, как все-таки его побороть, как бороться, и какие средства в конце назову, и народные, и химические, потому что тут опять все люди разделяются на две группы, кто-то будет биться народными средствами, весь сезон опрыскивать, кто-то, например, сделает несколько обработок инсектицидами сильными, это будет все в конце, начну с того, что вот он коварный, пришла уже, он коварный этот клеш, почему? Потому что он мелкий, мы его не видим, и он попасть может у вас в любой момент, вот не было у вас, например, несколько лет паутинного клеща, сейчас тепло, двери в теплице открыты, ветерок, сквозняк, проветривание, его может принести ветром даже, откуда-то, вообще даже не с вашего участка, он может упасть с дерева, он может прилететь, он может появиться неожиданно, раз и все. Вот второй пункт очень важный, когда он обычно возникает, он любит жаркую такую, сухую, ну чтобы было жарко, сухо, ненавидит влажность, и в теплицах, вот если у нас создается такой микроклимат, суховато и жарко, он появится однозначно, ну очень часто, обычно на огурцах, любитель огурцов, но вообще он коварен еще тем, я забыла вам сказать, что он всеядный, он может на огурцах, он может на перцах, он может на баклажанах появиться, на томатах, не знаю, ни разу не видела, но говорят, тоже, наверное, появляется в теплицах, а вот на перце, ааа, на томатах появляется, что я говорю-то, в прошлом году у меня эти были, монгольский карлик, ой, карликовый томат пиноккио, и на нем, вот, высаживала, когда появился вот этот паутинный клещ, у меня еще есть видео, я ссылку в описании выложу, и вот эти маленькие карликовые томаты были все-все-все опутаны вот этой паутиной, паутинным клещом, точно есть, просто у меня в теплице ни разу не было, на томатах, я поэтому так сказала, в прошлом году был на перце у меня, я боролась, опрыскивала, и вот в этом видео вы можете посмотреть, как я обрабатывала, я обрабатывала фитовермом несколько раз, все, вот почему он коварный, потому что он невидимый, потому что он может появиться, когда появляется, появляется в жару, и у нас вот до этих холодов, помните, я говорила, стая лоял период, аномальная жара была, вот было жарко, вообще там 30, что ли, до 30 градусов доходило в теплицах, огурцы стояли еще в стаканчиках, большинство, некоторые были высажены, он, вероятно, в этот период появился, но был незаметен, я его и не искала, а потом наступили холода, когда были морозы, мне было не до этого, мы все утепляли, он за это время уже размножилась его колония, и вот теперь, когда снова наступило тепло, он стал видимым, и когда я подошла ухаживать за огурцами, я сразу увидела, что у нас листья уже побиты паутинным клещом, все, значит нужно бороться. Еще очень главный вопрос, сложность борьбы. В чем сложность борьбы? Сложность в том, что большинство вот этих всех средств, которые борются с насекомыми, инсектициды, даже если не народные средства взять, вот такие сильные, они не все подходят. Подходят только, я как в том году говорила, они называются акарицидные. Вот, например, акарин может победить, может победить актелик, может победить потом этот, вот простой вот этот карбофос, но здесь у нас в чем состоит, этот уже не может победить. Тут у нас в чем состоит сложность? Препаратов таких много, вы можете в магазин, например, прийти и сказать, мне от паутинного клеща, вам посоветуют, там консультанты и дадут, но тут сложность в чем? В том, что или вы будете обрабатывать, если вот, например, с огурцами, они же быстро вырастают, если вы обработаете тем средством, которое ждать надо 20 дней, то к огурцам оно, скорее всего, не подойдет. Этим вы можете обработать, например, сейчас перцы, которые у нас еще только цветут, даже нет завязей, можно вот такими сильными средствами обработать, ничего потом все это уйдет из растения, вымоется, там даже нет плодов, и в плодах ничего не будет. Но если в случае, как с огурцом, вот я общипала нижние завязи, будут только они через сколько-то, но все равно за 2 недели у нас уже появляются огурцы, значит, здесь к огурцам нужно выбирать осторожно. И поэтому при выборе средства, вы можете так разделить их на такие части, что те овощи, которые будут не скоро у вас в употреблении в пищу, можно обработать сильными инсектицидами, а те, которые, вот еще раз повторю, как огурцы, которые очень быстро сформировывают свой плод, чтобы вам не выбрасывать эти плоды, можно обработать биопрепаратами. Есть прекрасные биопрепараты, вот фитоверм, я в прошлом году обрабатывала перцем, но тут опять сторона, медаль с двух сторон. Это биопрепарат, он безвредный, через 3 дня можно употреблять в пищу, но он малотоксичный, и он убивает только взрослых паутинных клещей, и фитовермам вам придется бороться раз за разом. И ни одна не поможет, ни две, самая маленькая, 3, а лучше всего 4 обработки с интервалом в 3-5 дней. Почему так делать? Потому что вы сейчас, например, обработаете один раз, умрут только взрослые, вот эти паучки, а их личинки останутся целые невредимые, на них это не действует. Потом через несколько дней убьете те, которые вылупятся, которые были личинки уже более взрослые, потом убьете те, которые были моложе, но и вы поняли, что вот эти яйца, которые они отложили, личинки нужно раз за разом через несколько дней убивать. И про паутинный клещ, я сколько читала, всегда пишется, что если он завелся, например, в начале сезона, то почти невозможно уничтожить весь до конца. Вот хоть одна личинка какая-то достанется, и с нее потом снова начнет. Но нам не обязательно убить все до конца. Вот этими вот препаратами, например, фитовермом, мы можем сдерживать количество вот этих насекомых на таком уровне, которое будет без вреда для огурцов. Какой вред может принести большое количество паутинных клещей? Они же листогрызущие, сосущие. Они вот протыкают этим своим хоботком листья и высасывают с него все. Я вот сколько читала научных статей про этих клещей, клещи вот эти тли. Они же такие примитивные вроде бы, у них даже нет вот этого органов дыхания, у них какие-то там дырочки на брюшках, которыми они дышат. Может, и вот кто мыльным раствором пользуется, вот это мыло или водно-масляная вот эта смесь, она вот это обволакивает, им эти дырки залепляет, и они задыхаются, умирают. Все можно сказать, что они примитивные, они так легко умирают. Но как они сосут? Они сосут прекрасно. Если несколько, там, например, какое-то время вы упустите, их будет много, они высосут с этих огурцов все соки. Листья сначала будут маленькими пятнышками, потом будут большими желтыми пятнами, потом лист засохнет. И, как вы понимаете, чем меньше листовой аппарат, все вот эти листья начинают засыхать, желтеть, огурец начинает медленно увядать, и это может привести даже к смерти. Вот как хорошо сосут паутинные клещи, несмотря на то, что они вот такие примитивные, они вот совсем там такие, с ними нужно обязательно бороться, если даже вы до конца его не поборете, вы хотя бы вот эту численность будете убавлять. Я вот и даже не знаю точно, в прошлом году на перцы до конца я вывела паутинного клеща или нет, потому что он был такой вот с желтыми листьями, я начала опрыскивать, он вроде начинает, начинает нарастать вот эта зеленая масса, потом смотрю, опять появляются желтенькие листики. То ли это еще из той колонии остатки, то ли это уже новый паутинный клещ, но бороться нужно. Как бороться? Боремся, вот про эти средства я сказала, но есть и народные средства. Если вы увидели на ранней стадии, если вот огурцы у меня маленькие, вот у них по 5-6 листьев, и можно было бы их не травить вот этими инсектицидами, есть народные средства. Вот как мне зрительница написала, опрыскивают мыльным раствором, это вот самый распространенный, самый простой, два куска хозяйственного мыла, лучше дегтярного, вот самого такого черного, самого такого, которое пахнет неприятно, на 10 литров воды, можно на терке, можно просто размочить заранее. И вот этим мыльным раствором опрыскивают растения. Но вы понимаете, что если мы боремся народными средствами, они очень мягкие, они очень слабые, и умирают, вот как я говорю, брюшка залепляется, это только у взрослых особей. Взрослые вот эти погибнут, несколько клещей, маленькие остаются личинки, через несколько дней они вылупятся, будут новые у нас клещи, надо опрыскивать регулярно, через 3 дня еще раз, потом еще раз, потом еще раз. Некоторые люди, чтобы остановить вот это увеличение количества вот этих клещей, делают так в течение всего лета. Но не только мыльный раствор, можно водно-масляный. Если вы захотите бороться народными средствами, наберете прям в поисковике, те в интернете, что водно-масляная смесь в борьбе с паутинным клещом, там тоже применяют рапсовое масло, еще какое-то, просто в воду разбалтывают и опрыскивают. Они вот склеиваются, опять же у них это дыхание все забивается, они умирают, но это все многократно. Это все многократно, так же, как фитоверм. Те, которые более сильные, например, вот, акара, актелик, им один раз опрыскивают, через какое-то время, например, там есть срок, можно повторить еще раз. И этого достаточно, если вы все хорошо обработаете, этого достаточно, чтобы на какое-то время забыть о паутинном клеще. Все, я надеюсь, я сейчас листик покажу, я надеюсь, вам все рассказала. Самое главное, что хочу выделить, нужно осматривать растения регулярно. Я вот бросила свои огурцы, занималась там другими делами и не подходила, если честно, вот сколько, ну, неделя, наверное. Ну, полив это я не считаю осмотр. Нужно обязательно осматривать и нижнюю часть листа. Там, может, увидите паутинки. Даже если, когда вот таких желтых пятен еще нет, вот проблеск паутины, если есть на листях, значит, все, там кто-то уже завелся. Во-первых, надо не упустить и надо заниматься профилактикой. Вот, опять же, на ту зрительницу сошлюсь. Некоторые пишут, вот такие, у кого, они говорят, у нас паутинный клещ не дремит. Некоторые начинают заниматься профилактикой еще до того, как появился паутинный клещ. Например, делают вот эти различные растворы, которые пленочкой, есть там и сыворотку применяют, которые покрывают пленочкой вот эти листья. И они, что делают, вот эти пленочные препараты, они не дают, если даже появится, откуда-то прилетит клещ, они не дают проколоть вот этот лист. И еще одно прекрасное средство, которое отпугивает клещей, это создавать в теплицах, например, с огурцами повышенную влажность. Они же любят сухо, они любят жарко. Если вы будете часто опрыскивать, если вы будете часто поливать, то это неблагоприятная такая атмосфера, возможно, там клещи не заведутся. Клещи любят жарко, клещи любят сухо. Вот сейчас я вам покажу листик этот. Ой, Надюша, выди. И это вот такая раскраска листа, это верный признак, что у нас появился паутинный клещ. Вот такие вот как бы фрагментами желтенькие, желтенькие, желтенькие пятнышки. Все, здравствуй, паутинный клещ. Ну все, до свидания. Я желаю всем вам научиться его распознавать, научиться вовремя начать борьбу. И кто хочет, можете бороться народными средствами. Обычно у работающих, у занятых огородников времени нет. Можно подобрать препарат, обрызгать несколько раз препаратом.